Девушки отдыхают Евгений пригласил меня. Почему психиатрия? Почему в рамках общих вопросов, которые были подняты в двух предыдущих сообщениях и лекциях, уважаемого профессора Адеза, почему психиатрия и наркология? Следующее сообщение посвящено тоже родственной дисциплине. Я подумал, что, наверное, это связано с тем, что эти три дисциплины или одна дисциплина большая психиатрия находится в уникальном положении с точки зрения всей медицины. В общем-то, это не медицина, как считают многие. И, может быть, на основании этих вопросов я бы хотел еще предложить вам взглянуть на проблему, которую я буду освещать, а это кризис доверия в современной психиатрии, с двух положений. Со стороны нашего с вами сообщества, поддерживающего доказательный метод, как единственно правильный и верный, из позиции врача, которому еще нужно доказать, которому нужно еще убедить в том, что мы правы. А у него точек влияния достаточно большое количество, не мы одни. Ну, например, доктора или лекторы крайне редко показывают этот слайд. Может быть, вы замечаете, особенно в психиатрии. Никто не хотел, не хочет раскрывать на первом же слайде конфликт интересов. Но в данном случае у меня отсутствует, у меня бывает, что и присутствует. А неделю назад я выступал в Петербурге на большой сексологической конференции на тему транссексуализма. Так я заявил еще о конфликт интересов не только с анастическими компаниями, отсутствии конфликта интересов, но и отсутствии конфликта интересов с ЛГБТ-сообществом и с гомофобским сообществом. Потому что такое количество центров влияния, что могут сказать, вы говорите о подавлении определенной группы населения. Методологически я бы хотел, чтобы мыслили одно, но очень важно. Это философская притча в «Восточном человеке». Она говорит о сосредоточенности, о том, что необходимо отвлечься от несущественных факторов, в частности, в сфере доказательной медицины. Меня, например, мало интересует, кто финансирует какие исследования. Влияют ли эти деньги на то, что происходит в медицине. То есть, понятно, что влияют, но мы на этот процесс подействовать не можем. Не надо нам рассеивать внимание на то, что не подвластно нашей с вами деятельности. И поэтому я эту сторону, я бы не хотел даже обсуждать. И там, как бы, понятно. А сосредоточиться вот как раз на, если мы думаем о доказательной медицине, давайте думать о доказательной медицине. И еще одно. Не имеет значения количество поддерживающих. Ну, вот, нас не так много, казалось бы, в этом зале. Потому что не имеет значения толпа академиков, перед вами, или толпа водовозов. И вообще не имеет значения академическая степень, должность. Сегодня я очень рад, что участвуют волонтеры, поддерживают студенты, поддерживают молодые доктора. Это никакого значения не имеет для дискуссии. Профессор не всегда более прав или прав, если он дискутирует, предположим, с неостепененку человеком. Нет. Важны документы. Важнее односооснование. Вот темы для обсуждения. Современная психиатрия, леста психиатрии в системе наук. Я, с вашего позволения, буду углубляться в саму психиатрию. Потому что, ну, здесь психиатры есть, но не это самое важное. Я буду рассматривать с позиции практикующего врача. Я практикующий врач. Психиатр, нарколог, психосопатолог, психотерапевт. Все специализации. Проблема доказательной психодиагностики. Я об этом сегодня захотел. Я хочу речь. Доказательная медицина versus врачебный опыт в терапии психических расстройствах. Сегодня он тоже звучал. Осторожная критика или неосторожная критика в адрес использования антидепрессантов. Чем характеризуется современная психиатрия? Может быть, и вся медицина в целом. Это, конечно, дефицит времени принципиально для нас сегодня. Информационное перенасвещение. Глазами врача посмотрим. Кому верить? Ну, такое количество журналов. 11 тысяч журналов с лишним медицинской направленности в 2016 году. Огромное количество метаанализов сегодня было представлено. Какое количество метаанализов? Они растут и систематически оттуда. Интернет-пациент создает нам, который любит загуглить что-нибудь, создает нам сложности. Но это новый вызов. Мы должны и его опыта убедить. Ему дать какие-то правильные знания. Он должен быть квалифицированным. Плеваризм мнений. Вот я даже так устал. Проблема в метрике доказательной медицины, добавил бы здесь, в постмодернистскую эпоху. Нужно совершенно другое время. Совершенно другое. Тотальное недоверие. Я к этому как раз и иду. Тотальное недоверие. К фейт-новостям. Фейт-публикациям. Хочу кратко комментировать публикацию в мусорных журналах. А мне кажется, что надо публиковаться, может, где угодно. Текст самодостаточен. Сам текст самодостаточен. Автор отвечает за этот текст. И его референтная группа, его коллеги сами определяют, насколько он объективен, насколько он субъективен. То есть мне вот, я не вижу принципиально, в чем здесь проблема, если публиковаться в этих журналах. Они непрестижны. Какой-то есть доверие. Пациент не доверяет врачу, согласимся. Врач не доверяет фронтатической компании. Поэтому, может быть, и не заявляют лекторы конфликт-интересов на первом слайде, на втором. И врач не доверяет доказательной медицине. Особенно в области психиатрии. Это видно на практической деятельности. Это видно при составлении клинических рекомендаций, которые могут в ближайшее время стать законом. Потому что клинические рекомендации, хоть и написано, что они базируются на принципах доказательной медицины, когда ты начинаешь рассматривать внимательно, когда увидишь глицин, который рекламирует министр здравоохранения, который вообще не... Не хочу ее обижать, тем более из нашего церкви, из неврологии. Но уж совсем как бы за пределами церковь резин. Мы же показали все это, но он же так широко используется. Я не говорю про другие препараты. А вот высказывания докторов, которые говорят, что доказательная медицина в области психиатрии не нужна. Клинический опыт важнее. Лечебная практика в конечном счете неизбежно отметет все бесполезное и вредное. Это уважаемые профессора-психиатры российские. Существуют и другие объективные... Ну, здесь не и. Другие объективные методы доказательной медицины не используют штрепки доказательного дизайна. Но это я не очень понимаю. Здесь есть некий психиатрический сдвиг. Вот есть сдвиг доказательства, а есть сдвиг психиатрический. Плацебо-контролируемые взгляды аморальны и не соответствуют принципам деонтологии. Говорят некоторые ученые. Все перевернуто. Все перевернуто. А вот еще одно высказывание по поводу психиатрии. В понедельник мы проводили дисконференцию по доказательной психиатрии. Жалко, что психиатров не было. Очень интересное было докладовое высказывание. Вице-президента общества доказательной медицины доктора Зоя. По мере нашего западного культуры выхолачивались в европейской психиатрии старых авторов. Европейская клиническая психиатрия в России погибала, наконец умерла. Ее опустошенная оболочка, состоящая из цернатной рекларации, была у религию, уже никого не вдохновляла. Экт разложившийся катавр отравил трупным ядом душу нескольких поколений, а на ее могиле вбили осиновый кол с надписью «Вечная память» от НКБ и Дейса. Образно, есть с чем спорить, но надо ли взять эту позицию для анализа. А вот высказывание бывшего президента Всемирной психиатрической ассоциации, он сейчас главный редактор самого ведущего в области психиатрии журнала. Он сказал это совсем недавно, это в выпуске, по несколько месяцев назад. Становится все более очевидно, что полезность диагностических категорий в психиатрии преувеличена. Вернемся к предыдущему слайду. Так умерла психиатрия или нет? Это то же самое, только более корректным языком изложено. Что если диагноз не имеет значения, то понятно, что и наука как-то движется не в том направлении. А вот мы, проанализировав практическую деятельность наших кадров, мы решили думать, что существует сейчас диагностический, галактический, на практике действительных врачей, они озабочены постановкой точечного дозологического, но психиатрия не слово, а галактический, извините. У нас даже классификация называется не болезни, а расстройства. Психические, поведенческие расстройства. Так тоже прав, конечно. Так вот, не озабочены постановкой точечного диагноза, потому что они говорят, мы лечим все равно синдром в области психиатрии. Психиатрия в долгую перед медициной, мы не смогли найти пока в мире нигде механизмов происхождения основных психических расстройств. Видите, я даже слово заболевание не говорю, потому что это у нас не принято, а расстройство. То есть мы не знаем, как возникает психическое расстройство. И поэтому лечим синдром. И вот тут между врачами и учеными возникает такое противодействие, противостояние. Потому что один ориентирован на научный факт, и вот здесь есть определение его, научный факт вытекает из экспериментов, корректно построенных исследований. А клинический факт, он так называется, он не является фактом, но, как традиционно принято, что это факт. Клинический факт, явление, относимое к здоровью и здоровью, человека фиксируют с помощью клинического обследования и нуждающегося унификации. В области психиатрии это фиксируется, но никакой унификации не доступно. Мы не можем унифицировать шизофренирование. Нет сегодня никакого объективного способа унифицировать диагноз шизофрения, так же, как и другие любые психические расстройства. И это проблема. Это проблема. Поэтому мы спускаемся на уровень расстройств, синдромов, феноменов и так далее. А вот еще интересное, не знаю, видели, парадокс научной статистики. Проанализировали сопряженность далековатых идей. Оказалось, что у Толстого, Дургенева, Лермонтова, Пушкина, Гоголя, Достоевского можно посмотреть, как такое произведение в процент дворян среди героев людей и процент зайцев среди героев. Обратная зависимость. И что это нам дает? На самом деле это просто способ доказательства, что есть совершенно ненужные подходы для оценки корреляции. Ну, выявили корреляции, и они ни к чему нас с вами не приведут. В сфере диагностики нам тоже нужны доказательные способы. И наивные попытки объективизировать диагностику психических расстройств вот проявляясь в том, что было когда-то впереди. В 73-й год давний. Фотографировали галлюцинации на сетчатке глаза. Ну, это антинаучно. На какой сетчатке глаза никаких галлюцинаций нет. Или записывали на аудио. Пытались записывать голоса. И даже фотографии размещали, фотографии галлюцинации размещали в журналах, ну, наверное, в тех самых. Хотя в японских. А на карте не было Японии, не в индийских. И очень важно, там знакомый персонаж. Нет, это не факт, он говорил. Так оно и было на самом деле. Многие врачи сказать из-за того. Так я же это видел, это было на самом деле. Это совершенно из другой сферы. Это не можно относиться к категории научного факта. Еще вот такой пример. Я называю нашу страну. Не хочу терапеть ни себя, ни нас с вами. Территорию, вы видите, что это как-то ложит. Каждый день идет передача центрального телевидения. И у населения есть точное убеждение, что, оказывается, есть какой-то тайный способ узнать мысли человека, узнать, правда он говорит, или нет. И это переходит в науку. Такой вот наши коллеги, в пятницу прошлую на одной из конференций, о которой я вам говорил про сексуальности, они продолжают настаивать на том, чтобы внедрить и в судебный процесс, в том числе, детектор лжи, для того, чтобы распознавать, есть ли у человека парафилия, сексуальное влечение, например, перафилия или нет. И вы знаете, дискуссия с этим доктором наук, которым я был когда-то оппонентом, ни к чему не привела. Он считает, что у него есть научные данные, хотя статистика, которая нам говорит, совершенно неадекватная. Посмотрите, они вот предлагают использовать этот декектор лжи полиграф и сказать, у человека есть бомо-сексуальная ориентация, эксгибиционистская, ОН, педофилия. Подать все документы в суд, как доказательство, и суд должен принять. Мы живем в обществе, еще раз хочу сказать, из такого всеобщего недоверия. Я не исключаю, что скоро будет принято решение о том, что дектора лжи в юридическом поле будет признан одним из фактов. Ну, это запредельное. Нигде в мире, нигде эти факты не принимаются, потому что нет никакой научно-обоснованной платформы. Мы представляем, чему это приведет. К нарушенным судам. Уже не было случаев в России, когда диагноз педофилии поставлен на основании психологического метода, когда человек нарисовал в проективной методике кошку с поднятым хвостом. Поднятый хвост интерпретировали как сексуальный атрибут и использовали как системе доказательства вывода. Еще одно. Ну, я не знаю, все дружим в Фейсбуке, да? И вот мы в Фейсбуке ведем, так сказать, дискуссии. Вот я хочу сюда посмотреть. Вы знаете, что Сатемидан 22 ноября, 20 ноября, Испания провыгласила борьбу с лженаукой. Она сказала, что лженаукой на государственном уровне будет признаваться гомеопатия, в которой мы тоже пытались, но безуспешно. Потому что сейчас откат идет. Некоторые другие, в том числе психоанализ Фрейда. И вот коллега, видите, я заклеил его имя, лицо не имеет значения, потому что кто это? Он это уважаемый, остепенененный коллега-психотерапевт. И он назвал нас сектой доказательной медицины. Обращаю внимание на слово «секта». Но для меня было интересно посмотреть, а с чем сопряжена идея, что доказательная медицина не принципиальна и вообще ложная, в его точке зрения. Я посмотрел, как он реагировал на мой пост, который я выложил тоже, ну, может быть, три недели назад, по поводу того, что американцев на Луне не было. Могут слышать, да? Я назвал паранойя в законе. Вот этот пост выложил. А что он написал? Зря вы, уважаемый Владимир Давыдович, сомневаетесь. Это научно доказано. Есть даже фильм «Люди в черном», где показано, как все было на самом деле. Опять. Как это сопрягается? То есть понятно, как сопрягается. Итак, эта конспирология в области восприятия мира, она сопрягается с представлением о том, что доказательная медицина ложная, и не надо запрещать психоанализ, гомеопатию и так далее. Конечно, как Рейн, как Рейн, вещь, которая должна критиковать сама себя. Мы должны анализировать, какие есть проблемы, для того, чтобы избежать внешней критики. И, конечно, в эти годы приводит... Ладно, спорить по буквы, по поводу буквы, да? Машка облигация... Манька облигация. Какое значение имеет? Кокрейн или Кокрейн? Это не имеет значения. А имеет значение, как раз то, о чем говорил уважаемый Каписон Тесс. Это о том, что массовая производство избыточных, вводящих в заблуждение, конфликтующих систематических обзоров и биоанализов. Это наша проблема. И мы должны объяснить, почему так происходит. Мы это знаем. Евгений сейчас сказал, обновление. Недостаточно знаний, мы ждем новые знания и не представляем это. Но люди-то не знают. Ну, как бы, пропущу. Ну, давайте посмотрим на примере... Вообще, профессион Тесс говорил о том, что есть какие-то общие курения или еще что-то такое. Вот вопрос. Есть ателептический потенциал у электронных сигарет? Время. Вот в Венбре и электронные сигареты. Да или нет? Смотрим. 14-й год. 16-й РКИ продемонстрирует незначительное улучшение применения электронных систем носителей никотина. Электронных систем носителей никотина. Требуется дальнейшее исследование. Вот врачи это отталкивают, к слову сочетанию. Они считают, вы сами ничего не знаете еще? Да. Мы должны объяснять. 14-й год. 16-й год. Уже 22 РКИ. 622 пациента. Качество доказательствовало низкое, потому что основано на небольшом количестве необходим больше следователей. Мы пишем с вами. Ну, не мы. 16-й год. Еще один систематический обзор и мета-анализ. Электронные сигареты не демонстрируют достоверные чистоты. Вот это я выдел. Ажи-рочи-рочи-рочи-рочи-рочи-рочи-рочи-рочи-рочи-рочи. 16-й год. 7500 пациентов. Применение электронных сигарет приводит к достоверному помню предыдущий слайд непрекращение, к снижению чистоты и вреда от курения. Какая-то совершенно другая парадигма. Сравнивать нельзя. Это разные стратегии. И вот по этому поводу я тогда написал статью, что надо просто смотреть, с какой психотераптической методологии мы рассматриваем данный поток. Я это применяю в качестве, показываю в качестве примера. И вот самая такая острая проблема в современной психиатрии. Это насколько эффективны айтикоперсанты. Есть ли у нас доказательства о том, что айтикоперсанты лучше, чем психотерапия или лучше вообще отсутствие какого-то него лечения. Самая большая проблема, она связана с тем, что по данным ВОЗ, я не знаю, привлеченные данные, может быть, немножко, что к 2020 году, после чего через два года посмотрим, депрессия выйдет на второе место по дейли, по количеству дней утрактового способности. Вот самый последний февральский исследование, систематический обзор и мета-анализ. Основные антидепрессанты, здесь в правую сторону, все антидепрессанты одинаково, можно сказать. А это же важно для фронтетической компании, производящей комплектный препарат. Но это как бы сегодня является основополагающим, основополагающим материалом для принятия депрессического решения. Видите, 116 тысяч пациентов, 522 трайла, достаточно серьезные. До этого были другие, чуть-чуть отличались результаты. Но уже появились сразу же и критики этого систематического обзора и мета-анализа сентября 2018 года. Вот это вот у нас такой гуру Чаприани, который проводит. Обнаружили ли, что наиболее хорошим антидепрессантом эффективным является амитлюктилин, устаревший препарат, который мы уже практически не используем в облаторной практике. Используем только для лечения тяжелых депрессий стационарных. Все. Этот препарат имеет массу обочных эффектов, поэтому в облаторной практике его не используем. И стали обращать внимание вот эти авторы на то, на что он был обращать внимание с самого начала. А что такое депрессия? А какой депрессии речь идет? Где начинается доказанный клинический феномен, синдром депрессии? Потому что сегодня все это в клинических исследованиях отдано науку к тестам. Сам человек заполняет тест, и на основании этих баллов определяется депрессия или не депрессия. А где еще в медицине вот так с помощью тестов самозаполняемых ставится диагноз? Практически же нигде, правда? Получается, что ошибка может быть в этом. И совершенно точно подметили. Значит, надо сначала определить, где депрессия, а где вообще плохое настроение у здорового человека. Почему баллы именно эти причислены к патологическому? Ну, здесь может быть еще многообразных факторов. Вся наша презентация будет потом выложена на сайт. Поэтому можем это ознакомиться. Очень интересно то, о чем в последнее время говорится. И в этом метаанализе обнаружено, что эффект плацебо составляет 35. Есть точка зрения о том, что антидепрессанты не работают. А вот по поводу плацебоэффекта. Смотрелось какое интересное наблюдение. За последние десятилетия, в небольшой периоде, количество респондеров на антидепрессанты осталось одним и тем же, около 52-54%. Значит, антидепрессанты работают только у половины. Но удивительно, что происходит рост количества респондеров на психотерапию, на плацебо. Ну, тут психотерапию. На плацебо. Что происходит с людьми? Меряется мир. Почему они становятся такими доверчивыми и так легко поддаются плацебоэффекту? Это очень интересно. И как для каждого, имеющегося широкие и далекие перспективы анализ. Сейчас, постмодерн, я уже говорил, мы живем, в полосе психиатрии особенно, в период, когда трудно понять, где кончается норма, где начинается футалония. Сегодня все может являться нормой. Потому что главными ценностями сегодня являются спобода, спонтанность деятельности, игровое начало. И психиатров поставили сложным выбором. Общество давит с двух сторон. Он, с одной стороны, говорит, уберите старательную психиатрию, входит всем диагнозы, заставили и заниматься медикализацией общественной жизни. А с другой стороны, говорит, ну как же вы не видите, он же поленой. Ну, Павленский, например, да? Тот самый акционер, художник-акционист, который прибил свою мошонку в равнаженном виде, когда в душе как раз и был очень бывший. Я его обследовал, я сказал, что он дарил. И на основании этого судебное решение было произвольно. То есть мы живем в новых условиях. Для психиатрии это особенно важно. Психиатрия не может игнорировать новые общественные нормы. И вот здесь, конечно, доказательная медицина. Я могу без тебя или я не могу без тебя? Я думаю, что мы с вами едины в том, что мы, конечно, не можем войти без доказательной медицины. Спасибо большое.